Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте телезрители канала Афонтова и, конечно, мои подписчики на моем канале Голова Садовая на ютюбе. И я сегодня хочу показать вам, как надо ухаживать за почвой в теплице, а не вытаскивать ее тоннами. И, господи, у вас уже не два горба, у вас уже три горба, но это же неправильно. От того, что вы вытащите слой там 10 сантиметров, что от этого изменится? Да ничего не изменится. Ваши все бактерии, ваши все вредители все останутся на месте. Лучше, если вы ее обработаете. Вредители живут на глубине 25 сантиметров, 20 как минимум, а бактерии живут на глубине 10 сантиметров как максимум. Так как вы, вы что, всю землю в теплице будете менять? Да, я не знаю, это же рабский труд. Давайте полечим землю. Сегодня речь пойдет о том, что надо обеззаразить землю от возбудителей грибковых заболеваний. Таковые у нас имеются в полном комплекте. У нас рыжие пятна, у нас точки, у нас гниет стебель. Здесь были огурцы, я про них говорю. У нас все не так, как мы хотим. Во-первых, не надо тащить туда живой навоз. Огурец любит слабо кислую реакцию почвы. Нельзя огурцы поливать навозом. Понимаете, нельзя загнивать корневая система. У него корень 40 на 40 глубиной. Вот это место должно быть суперобработано там, где корневая система находится. А вы почему-то, мало того, что здесь карбонатная теплица, температура под 70 градусов, вы еще навоз ему под корни. Да он бедный, как на горячей сковородке, подпрыгивает, как чертенок просто. Поэтому, значит, ничего не вытаскиваем. Вы же вытащите, опять туда перегной принесете. Опять кислую среду. Опять бактериям плохо будет. Поэтому, пожалуйста, перегной только пятилетней давности. Пожалуйста, я вас очень прошу. А здесь вот все без перегноя. Его никогда не было здесь и не будет. И огурцы, вон стоит тазик последний, там, наверное, два ведра в этом тазу. Замучили огурцы просто вот так, их уже не надо. Поэтому теплица уже убрана. И что мы делаем? Сначала проливаем почву водой. Для того, чтобы все наши последующие проливания уходили на глубину хотя бы 10 сантиметров. Сегодня мы обрабатываем от болезней. Это разные вещи. Вредитель не погибнет от того, что мы будем делать. Но я расскажу, как и с ним поступить. И поливаем. Проливаем достаточно тщательно, чтобы было мокренько. Ничего страшного. Сказать, кстати, а что вы на зиму делаете с теплицами? Вот смотрите, какая сухая почва. И всю зиму она простоит на морозе, будет еще суше, будет еще страшнее. Она безжизненной становится. Понимаете это, да? Так вот, после того, как все обработки закончатся, пройдет неделя-две, и вы из своих баков, пожалуйста, выкачайте воду в теплице, пролейте как следует, закройте укрытым или пленкой. Но мы к этому еще вернемся. А сейчас обработка пошла еще за одной порцией воды. Так, воду принесла. Или воду? Воду, конечно. А теперь нам надо кое-что развести. На самом деле все просто. Для того, чтобы погубить все плохое в почве, но, к сожалению, и все хорошее, это, конечно, нужен препарат Максим. И мы им уже работали, вы с ним знакомы. Препарат, который просто чудеса делает. Кстати, он один из очень немногих рекомендованный Минздравом к использованию в частных вот таких небольших садовых и фермерских хозяйствах. Он красного цвета, просто алого. Ну, я уже плакалась, что открывать их очень сложно. Поэтому сначала я ножницами вот так вот тут поделаю. Попытаюсь как бы, да, стекло немножко поранить. Потом прихвачу пакетиком. Ну, отломилось. Слава тебе, Господи. А теперь все выливаем в лейку. В лейке примерно 8 литров. Видите, какое красное все. Но нам надо, чтобы оттуда все вышло. Потому что вот на 10 литров, в принципе, конечно бы, достаточно. И 10 литров. Но у меня такие лейки. Пускай будет чуть побольше. Делайте этот тщательно, потому что препарат достаточно. Не 5 копеек стоит. И его понадобится. Ну, я бы сказала, достаточно много. Ну, вроде бы все. Руки все красные. Чему я несказанно рада. Берем палочку. Никогда не лезьте руками ни в какие препараты. Это достаточно опасно. Попадание на кожу тоже может вызвать какие-то аллергии. И не дай бог там ожоги. Так, все размешали. А теперь смотрите внимательно. Самый ответственный момент. Мы начинаем проливать почву. Вот на сколько хватит этой лейки. Видите, он размешался очень хорошо. И я прихвачу еще деревянные части теплицы. Это тоже обязательно. Вот так. Потому что на деревянных частях всегда живут ненужности. Проливайте, не жадничайте. Иначе вам придется таскать эту почву. А я очень не завидую вашим супругам. Вот видите, хватило только на половину грядки. Я надеюсь, что промокание будет сантиметров на 7, на 10. И это правильно. Но он же убьет не только плохое, но и хорошее. Значит, что нужно сделать дальше? Еще внимания прошу вашего. Значит, оставляем. Все в покое. Смотрите, ваш знакомый, любимый фитоспорин, которым вы опрыскиваете и поливаете все, что угодно, только не то, что надо. Фитоспорин создан для того, чтобы заселить в почву бактерии, которые мы сейчас, максимум, все практически убили. Пройдет максимум, максимум, неделя, 3-4 дня тоже можно разводить и фитоспорин. Здесь полная таблица, как его развести. И проливаете фитоспорином. И после фитоспорина, сейчас не надо закрывать, а после фитоспорина закрываете пленками, укрывными, и пусть это неделю-две стоит укрытая. Вот тогда мы снова заставим жить почвенные бактерии, а именно они кормят наши растения. Понимаете? Это не ваш навоз, которым вы поливаете. Вы думаете, что у вас огурцы навоз едят? Да не едят они навоз. Почему корневая система огурца начинает гнить? А потому что вы же навозом заставляете просто бактерии приходить в состояние ужаса и бездействия. Они ничего не могут. Не то, что накормить, они сами ели живы. Поэтому не делайте того, чего не надо. Но фитоспорин это обязательно. Если у вас там нет проблем, никаких болезней в теплице, все хорошо, я очень рекомендую фитоспорином все-таки проливать почву. Нам надо заселить огромную массу бактерий. Их должно быть просто миллиарды здесь для того, чтобы они работали на наши растения. Ну, вот практически и все. А вот если у вас была белокрылка в теплице, вы воспользуетесь октарой. Но не побрызгав там растения, это не требуется. Дело в том, что белокрылка откладывает яйца туда, вглубь земли. И вы должны сначала октарой пролить. Подождать 3-4 дня, потом максимом пролить. Подождать 3-4 дня, потом фитоспорином пролить. А вот если у вас еще и муравьи там имелись, да, смотрите, препарат существует, муравьин, муравьет, мурацит, их очень много. А есть гром-2. Это не только от муравьев, от всех почвенных вредителей, всевозможных мушек, они тоже наносят большой вред, листоблошек, они любят подъесть все, что не требуется. Это вот такой вот серого цвета, такой порошочек. Видите? по рекомендации вот этого изготовителя нужно 1-3 грамма препарата равномерно рассыпать по поверхности. По поверхности я думаю, что 1 квадратного метра. И мы попробуем это сделать. Хотя здесь только максим и фитоспорина нет, но я покажу, сколько нужно препарата. 1-3 грамма в пачке 50 грамм. Вот примерно я посыпаю на 1 квадратный метр. Воняет он, конечно, немыслимо. Вот и все. Это 1-3 грамма 1 квадратный метр. Этого достаточно для того, чтобы муравьи не завелись. Можете взять грабельки и чуть-чуть причесать. это все, что от вас требуется. Я надеюсь, что вы меня услышали. Я надеюсь, что вы слушаете мои добрые советы. Они просты, практичны, удобны, нетрудозатратны, еще и нефинансовозатратны. Ну, на этом всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин